Сейчас вопросы по недопущению распространения коронавирусной инфекции стоят особенно остро. Сегодня в областном Акимате состоялось совещание, посвященное этим проблемам. Несмотря на принимаемые усилия, задач по-прежнему немало. В своем выступлении вчера, 23 марта, президент страны Касымжа Мартакаев дал целый ряд поручений, касающихся продовольственной безопасности и санитарно-эпидемиологических мер. Их реализация обсуждалась и во время селекторного совещания под председательством Акима области Аманды Кабаталова. Особое внимание уделили посевной компании, которая, несмотря на пандемию и сложности с ней связанные, должна пройти вовремя и быть обеспечена всем необходимым. Следует отметить, что для этого в Алматинской области есть необходимые ресурсы, и работы будут проходить согласно утвержденным планам, о чем и проинформировал заместитель Акима области Серегжан Бескимпиров. В шести нефтебазах находится дистопливо, по дистопливу проблем нет, по семенам 100% семян засыпано, 25-го числа уже начнем Аксусском и Коксусском санзаводах раздавать семена сахарной стеклой. 24-го уже анализовывают, предварительно вышли, 99% 100% схожисти по разным. По семенам вопросы решены, по водохранилищу на сегодняшний день на 600 миллионов кубов больше Копчега, чем в прошлом году на этот период. По Бортогаеву у нас 297 миллионов кубов есть. Работа ведется по всем направлениям, особенно по сдерживанию цен. Учитывая, что в соседней Поднебесной вирусная ситуация стабилизируется, товарообмен восстанавливается на прежний уровень. То есть для автобольших грузов с товарами народного потребления на посту Нурлыжол создан зеленый коридор с соблюдением всех необходимых санитарных правил. Грузоперевозчики проезжают туда, на таможенную зону, через Нуржолу, таможенную зону забирают там контрактованный, заранее контрактованный товар в сопровождении китайской полиции. Двух часов находятся там, выезжают на нашу территорию, проезжают через здесь барьер. То есть колеса автомобиля погружаются в дезинфекционный раствол около 30-40 сантиметров, после чего проводится термометрия водителя. Сейчас на территории края ЖТСУ работает 17 санитарных и 84 полицейских постов. 233 человека находятся под наблюдением врачей и 152 на домашнем карантине. Учреждения здравоохранения готовы оказать необходимую медпомощь. Обсудили участники заседания и вопросы социальной защиты. Сейчас необходимо утвердить списки получателей, обещанных государством выплат. Не оставляют без внимания и тех, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом. Заротворы в экстремальных условиях, они будут примированы. Особое внимание к оставшимся без работы, которые будут привлечены к дорожным и строительным работам. С сегодняшнего дня в начале работы и некоторые торговые центры с условием соблюдения повышенных мер безопасности в торговых залах. Присутствием в одном отделе не более пяти человек с обязательными масками и санитайзерами. Должны соорганизоваться и вот эти все вещи контролировать сидеть. Сейчас именно в такой тяжелый момент каждый покажет, кто на что способен. Кто как может работать. И провокаторы будут лазить. И каждый работает в новом режиме. Постоянный мониторинг всех вещей. В Коксусском районе начаты дезинфекционные работы. Обработке гипохлоридом натрия подвергнется каждый сантиметр общественных мест и автомобильных дорог. По распоряжению главы государства Касымжумар Татукаева такая работа ведется не только в районах и городах Алматинской области, но и на всей территории Республики Казахстан. На помощь коммунальщикам Коксусского района пришла алматинская дезинфекционная компания «Дарис». Договор с ними заключили специально, чтобы именно в период чрезвычайного положения не допустить распространения опасного вируса. Во всех общественных местах районного центра поселка Балбахпи проводят двукратную обработку гипохлоридом натрия. Его действие достаточно длительное по времени и силе обеззараживания, уверяет представитель алматинской дезинфекционной компании «Дарис». Только из одной емкости гидропульта-дезинфектора расходуется порядка 11 литров спецсредства. Все общественные места, тротуары, дороги, парки, скверы, остановки, беседки – все общественные места. Обработку проводим гипохлоридом натрия. До 15 числа, пока не закончится карантин, ежедневно будем проводить обработку. Распоряжение местных властей к проведению профилактических мер привлечены и представители частного бизнеса. На сегодняшний день все магазины, точки общепита и развлекательные комплексы проходят ежедневную санитарную обработку. Контроль за исполнением предписания осуществляется сотрудниками районного отдела ЖКХ. С момента объявления чрезвычайного положения в стране в Коксусском районе ведется санитарно-профилактическая работа. Во всех местах общественного пользования, таких как остановки, парки, игровые площадки, дворовые территории и подъезды жилых домов дважды в день проводится дезинфекция. Акиматом района ведется строгий контроль за выполнением требований и на территории частных организаций. Усиленные меры безопасности и обработка мест общественного пользования ДЭС-средством необходимы для профилактики коронавирусной инфекции в режиме чрезвычайного положения. Дезинфекционные работы продлятся до окончания оговоренного периода. Гульмира Тимиргалеева, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ, Коксусский район. В столь нелегкий период для страны усилена работа различных служб, в том числе полицейских, медиков и сотрудников СМИ. Не стоит забывать в этой связи и посильный вклад волонтеров в общее дело. С момента введения режима ЧП в стране добровольцы областного центра запустили уникальную акцию. По телефону горячей линии граждане областного центра могут оставить заявку волонтерам на покупку и доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Отправив средства на платежную карту, каждый из жителей получает товар в самые кратчайшие сроки. Главное преимущество – доставка осуществляется круглосуточно. Новость о запуске акции увидела в Инстаграме. Сейчас на улице выходить опасно и решила заказать продукты на дом. Волонтеры оперативно все доставили. Спасибо им большое. Все по списку и по приемлемой цене. Для удобства граждан Управление по делам молодежи Алматинской области заключило соглашение с оптовыми магазинами Талдыкургана. То есть завышения цен на продукты нет. Жители получают товары по прежней стоимости. Акции действуют на территории всей области. В каждом районе есть молодежные ресурсные центры. Граждане могут обратиться на их номера, указанные в социальной сети Инстаграм или посредством WhatsApp. Волонтеры региону оперативно вам все доставят. Акцию мы начали 22 марта и продолжится она до урегулирования ситуации в стране. Отметим, за два дня акции добровольцы области доставили продукты 20 жителям региона. Азадж Маханов, Жаслан Шенкенжи, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Азадж Маханов, Жаслан Шенкенжи.